Привет друзья, ставим лайк и поехали. С Толиком, моим будущим супругом, мы встречались 3 года. А последние пару месяцев даже уже снимали вместе квартиру. Я уже искренне считала его своим мужем. Как говорится, дело оставалось только за малым, собственно, жениться. В связи с этим, в один прекрасный день мы отмечали нашу помолвку. Мои родители, родители Толика, все как полагается. Все такие вежливые, улыбчивые, но только первые 20 минут. Затем стало твориться что-то невероятное. Моя свекровь заявила мне вполне серьезным тоном, что перед свадьбой я должна обойти всех ее врачей и предоставить на ее обозрение свою медицинскую книжку. Мой будущий муж при этом упорно молчал, разглядывая природу за окном и считая пролетающих мимо птиц. Я, конечно, удивилась, но сказала, что проблем с этим не будет и я сделаю все, что нужно. Моя мама напряглась и сказала, что это полная ерунда. Свекровь заявила, что раз так, свадьба не будет, пока я не предоставлю все болезни. Мой папа послал свекровь далеко и надолго и ушел. Я осталась там сидеть. Мне просто было неудобно встать и уйти. Ночью нас с Толиком положили спать отдельно. Это тоже было весьма странно, но и тут мой муж промолчал. Позже было еще интереснее. Перед сном я узнала, что завтра мы идем к нотариусу составлять брачный договор, считая, что это все чересчур. Я и раньше замечала в Толике черты характера, которые мне не совсем нравились. Например, лишняя бережливость, если даже не сказать скупость. Но пытаясь выгородить любимого, приняла для себя, что это не так уж и плохо для нашего семейного бюджета, особенно накануне предстоящей свадьбы. Но это его беспрекословное повиновение матери совсем выбило меня из колеи и буквально повергло в шок. Но, к счастью, у меня есть чувство собственного достоинства и уважения к себе. Утром я встала пораньше, хорошо, что все спали, и тихо ушла из квартиры родителей Толика. Я выбросила симку из телефона и поняла, что убежала оттуда вовремя. С Толиком и его семьей я больше никогда не виделась. Впрочем, не сильно-то и хотелось. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.